Алло. Здравствуйте. Да, Ксюша, привет. Это ты? Да, это я. Да, здорово. Ксюша, ну как у тебя проходит твоя стажировка в Останкино? Всё супер. Я провела две подводки, получается, в виртуальной студии и в студии программы «Время». Мне очень понравилось, я получила много опыта, и вообще я очень рада. Да. Ксюша, насколько я понимаю, ты хочешь потом, может быть, стать журналистом, так? Да, я хочу стать журналистом в будущем, да. Ага. Ну вот для тебя это практически первая стажировка. Да. Здорово. А ты в каком сейчас классе учишься? Я учусь в седьмом классе. Ну вот. Учишься, я так понимаю, хорошо. Хорошо и отлично. Вот весь, все шансы поступить в очень хорошее, престижное учебное заведение. Тем более, что ты уже начинаешь осваивать профессию. Что тебе здесь нравится больше всего? Почему ты пришла стать журналистом или хочешь стать журналистом? Ну, мне очень привлекает эта профессия, вот эта работа на телевидении, потому что я достаточно открытый, общительный человек, и поэтому мне комфортно работать с камерами, с текстом. Ну, и я думаю, что это как раз-таки мое. Тебе удобно, комфортно работать с камерами и с текстом. Да. Ну, наверное, самое главное, ради чего ты это будешь делать? И на каких принципах ты будешь организовать свою работу? Ну, вот. Ну, вот. Потому что журналистика, журналистика очень важная сфера деятельности для любого человека. Вот тебя что здесь, по сути-то, что привлекает? Меня больше всего привлекает вот эта вот, ну, сама работа с людьми на телевидении, чтобы подавать какую-то важную информацию. И это действительно, да, очень важная сфера. Вот, 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 мы сейчас подходим к самому главному. Ты сейчас очень правильные слова сказала. Ключевые. Подавать важную информацию. Важно, правдиво это делать, честно делать, открыто, прозрачно. Так, чтобы люди, с которыми ты, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас сказала. Вот это вот очень важно. Ксюша, я желаю тебе успехов всяческих и в учёбе, и в реализации твоих планов, твоей мечты. Уверен, что так оно и будет. Папа, мама с тобой всегда будут тебя поддерживать, помогать. Они и сейчас рядышком, наверное, да? Да, да. Брат, братья. И братья, видишь, как здорово. У вас большая хорошая семья. Мама далеко или папа? Нет, они здесь, рядом. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Это Мария Игрович? Да. Мария, что-то нужно дополнительно сделать? Как у вас проходит стажировка дочери-то на восстанке? Спасибо, всё замечательно. Всё, в принципе, уже сделали в достаточном количестве. Спасибо всем за исполнение Ксюшиной мечты. Вам, в первую очередь, организаторам «Ёлки желаний», первому каналу. Мы, конечно, и Ксюша, я думаю, тоже подтвердит, что не ожидали, что прям вот так вот исполнится её мечта. И большое очень вам спасибо от всей нашей семьи. Вы были бы не против, если бы я передала вам приветы от людей, которые как раз-таки поддерживают меня, помогают мне вообще в реализации всех моих знакомых? Конечно. Конечно, Саша. Я бы хотела передать привет от нашей группы в художественной школе 33D, от кружка нашего тележурналистики «Школа 690», от всего, от моей подруги, Звонарёвой Маргариты, и от моей классной руководительницы, учительницы русского языка и литературы «Школа 690» Камбекова Ирины Вячеславовны, и от директора «Школы 690» Соловьёвой Виктории Юрьевны. Хорошо. Ксюша, всем им передай ответную шайбу. Самое на лучшее пожелание от меня. Я тебе, всем твоим друзьям, твоим близким, маме, папе, братику желаю всего самого доброго и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Мы вас тоже поздравляем и спасибо большое. Всего хорошего, Ксюша. До свидания. Обнимаю тебя. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего. Пока.